Компания Sony представила свою новую консоль PlayStation 5. Новая модель имеет черно-белый дизайн с подсветкой неоново-синего цвета. PlayStation 5 будет продаваться в двух версиях. Базовая с дисководом 4K Blu-ray и без дисковода версия Digital Edition. Компания коротко рассказала о приставке ее расширениях, посвятив большую часть времени презентации и контенту, который будет на ней доступен. Характеристики игровой консоли названы не были, но зато есть правдоподобные утечки. Восьмиядерный процессор AMD Ryzen 3-го поколения на микроархитектуре Zen 2 с высотой 3,5 ГГц, 16 ГБ оперативной памяти GDDR6, SSD накопитель на 825 ГБ формата NVMe со скоростью от 5,5 до 9 ГБ в секунду и графический процессор на базе AMD Radeon RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса с переменной частотой до 2,23 ГГц, 36 вычислительных блоков и поддержка трассировки лучей в режиме реального времени. Соответственно, для версии PlayStation 5 с дисководом 4K Ultra HD Blu-ray за 100 ГБ в секунду. Ранее Sony уже представила контроллер DualSense с адаптивными триггерами, благодаря которым пользователь будет чувствовать напряжение во время натягивания лука и капли дождя. На этот раз компания показала зарядную станцию для DualSense, которая позволяет пополнить заряд двух контроллеров без необходимости подключения кабеля к каждому. Пульт дистанционного управления Media Remote должен заинтересовать тех, кто относится к новой консоли не только как к игровой системе, но и как к мультимедийному центру для просмотра Blu-ray и видео в потоковых службах вроде Netflix. Также Sony выпустит к приставке беспроводную гарнитуру Pulse 3D, которая призвана обеспечить качественный объемный звук и включает в себя набор микрофонов с активным шумоподавлением. Отдельно можно будет купить и специальную HD камеру, которая будет включать два модуля 1080p. Устройство позволит общаться в видеоконференциях во время игр и трансляций. Все дополнительные устройства будут продаваться отдельно от консоли. Возможно позже в продаже появится PlayStation 5 с полным набором аксессуаров. Эксперты уверены, что со временем линейку технических расширений к приставке пополнит и VR-шлем с необходимыми манипуляторами, но сама компания про это пока ничего не сказала. Что касается контента, то Sony презентовала несколько игр, которые выйдут эксклюзивно на PlayStation 5. Spider-Man Miles Morales, продолжение сюжета первой части Spider-Man, Gran Turismo 7, автосимулятор, Horizon The Forbidden West, экшен-RPG, Ghostwire Tokyo, экшен от первого лица, Demon's Souls, ролевая игра в жанре темного фэнтези, Ratchet & Clank Rift Apart, игра для детей и Returnal, футуристический триллер. Дополнительно был представлен список из 16 мультиплатформенных проектов, которые официально подтверждены для PlayStation 5. Что касается сроков появления PlayStation 5 в продаже, то компания вообще об этом ничего не сказала. Аналитики ожидают, что продажи стартуют в конце года с началом рождественских распродаж. Есть небольшой шанс, что это произойдет чуть раньше, чтобы компания могла удовлетворить спрос всех, кто захочет купить приставку в качестве подарка на Рождество. Стоимость также не объявлена. По прогнозам компании Ampere Analysis, консоли PS5 будут продаваться в ценовом диапазоне от 450 до 499 долларов. При этом приставка версии бизнес-ковода будет стоить несколько дешевле, считает Bloomberg. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик, для того, чтобы быть всегда в курсе самых свежих новостей из мира технологий.